Ход и Штоп, дорогие друзья, хорошего, прекрасного месяца, Шбат. Пускай этот месяц принесет нам мир и покой, чтобы мы могли продолжать служить Творцу. Итак, очень интересный момент в недельной главе Бо. Всевышний говорит Муше, иди, разговаривай с фараоном, и требуй, требуй, чтобы он уже отпустил народ служить мне, говорит Всевышний. И говорит ему Всевышний, Муше, ты не имеешь права унижать фараона. Что имеете в виду? Например, в одном из диалогов с фараоном, фараон там кричит, дай, Муше, уходи, не хочу тебя видеть, пошел вон. И Муше говорит ему, твои рабы ко мне еще прибегут, приползете ко мне меня звать сюда во дворец, чтобы я одну из казней отменил. Теперь, Муше хотел ему сказать, ты еще сам приползешь ко мне, фараон. Но из-за того, что Всевышний сказал Муше, не смей позорить фараона, говори с ним, как с царем, то Муше изменил свою формулировку, и он ему сказал, твои рабы ко мне еще приползут за помощью. Теперь, Всевышний запрещает фараона унижать. Муше, ты должен с ним считаться, ты должен с ним общаться, как положено с фараоном. Давайте задумаемся. Фараон диктатор, его страна уничтожена, все, что он пытался сделать, ничего не получилось. Это такие унижения, он войдет в историю, как самый кровавый диктатор, неудачник. Всевышний лично пришел и фараону дал такие казни, которые никогда никто не видел. Его унизили, но больше некуда. Какая разница фараону, что Муше его не унижает? После такого грандиозного фиаско и позора, неужели вот это вот 0,001% унижения важно фараону? Его и так унизили, его уничтожили. Говорит нам Тора, да, ему полагается ровно вот столько позора. Ему полагается 10 казней. Ему полагается вот такое вот наказание. Но ни капли больше. Всевышний говорит, я знаю, как я буду наказывать фараона. Ты, Муше, не имеешь права его унижать. Унижение от тебя и твоего брата Аарона не входит в пакет наказаний. Удивительно, насколько у Всевышнего все четко, насколько у Всевышнего все взвешено. И если Бог решил, что вот твое наказание, ты ни капли больше не получишь. Точно так же мы знаем, Йосеф, когда Йосефа продали братья, значит Всевышний постановил, что Йосеф уходит в рабство на много-много лет. Это чудовищное наказание и испытание. Но нам известно, что в дороге его перевозили в вагоне, в котором перевозили приятный запах. Почему? Зачем нам Тора это сообщает? Потому что его, как бы, испытание наказания должно было состоять из вот этих всех лет нахождения в Египте без папы Якова, без семьи Якова. Но в наказание не входило, что в дороге ему должно быть невыносимо душно и тяжело. Поэтому в дороге он находился возле приятного запаха. Опять же, ну какая разница Йосефу, что там у него за запах в дороге? Он уезжает от папы, уезжает в рабство на многие десятилетия. Но какая ему разница? Есть разница. Всевышний ровно, четко измерил, что сейчас будет в судьбе Йосефа. Не больше испытаний, чем то, что Всевышний для него подготовил. Не входит в испытания Йосефа, что в дороге не будет плохого запаха. Четкая бухгалтерия. Не входит в наказание фараона, что Моше его будет унижать. Наказание огромное, бесконечное, десять казней. Но туда не входит, что Моше будет его унижать. У Всевышнего четко и до миллиметра все прописано. И если, например, кто-то говорит, ой, вот он женился в девятнадцать, а я женился в пятьдесят пять. Потому что Всевышний так хотел. У него пятнадцать детей, а у этого один или два. Потому что Всевышний так хотел. Всевышний четко просчитывает для каждого его судьбу в зависимости от его деяний. Наказание максимально четкое, не миллиметра больше. Награда тоже будет пропорционально нашим действиям. У Всевышнего удивительная бухгалтерия. Вот такой вот урок из нашей недельной главы. Все четко, все вовремя, все очень-очень точно. И есть Творец, который отчитывает нам наказание, не дай Бог, за наши неправильные действия. И бесконечная награда за наши правильные действия. Каждый поступок будет до миллиметра оценен и награжден. Или наоборот, до миллиметра. Удивительно.